Добрый день! Меня зовут Ольга Морозова, и в сегодняшнем видео я бы хотела поделиться с вами своим опытом и своим видением понятия минимализма в питании. В этом видео я хочу рассказать о своем взгляде на питание, и оно может кардинальным образом отличаться от вашего, и это нормально, ведь мы все разные, у нас разные вкусовые предпочтения, и разные вообще взгляды, разные вкусовые привычки, ну и что говорить, разные бюджеты. Когда я готовила это видео, я поняла, что для многих минимализм в питании ассоциируется с правильным питанием, со здоровым питанием. Отчасти тоже могу согласиться, особенно после того, как начала несколько месяцев назад заниматься с диетологом индивидуально, и теперь довольно-таки отчетливо разбираюсь, какие продукты приносят вред нашему организму, а какие пользу. Мой минимализм в питании заключает в себе несколько этапов, о которых сейчас я вам расскажу. Первый этап это составление меню на неделю. Составление меню на неделю позволяет нам не только сэкономить очень значительно наше время, но и деньги, ведь мы не будем часто бегать в магазин, ведь уже заранее будем знать, что будем готовить на этой неделе. Если вам сложно сразу, допустим, составить меню на неделю, то я предлагаю такой вариант, который использую сама, мне он очень нравится. Я примерно расписываю для себя 7 завтраков, 7 обедов, 7 ужинов и там перекусы. И уже по настроению миксую, допустим, в понедельник это готовлю, во вторник это, в среду это. Но в любом случае, все 7 блюд, которые я придумала, я их приготовлю в течение недели. Когда меню составлен на неделю, и я точно знаю, что я буду готовить в течение недели, я перехожу ко второму этапу. Это провожу ревизию в холодильнике и в кухонных шкафах на наличие, проверяю то, что у меня осталось в моих закромах, в крупах, специях, в мясных продукциях и так далее. На этом же этапе я сразу провожу расхламление, избавляюсь от продуктов, которые испортились и по какой-то причине я их не успела приготовить. Также сразу все мою, протираю, контейнеры мою, если там в крупах, крупы уже как бы использовали, и стоят контейнеры, мой холодильник для того, чтобы, когда приду с продуктами, уже все расставить аккуратненько и, как говорится, забыть до следующей недели. Когда первые два этапа у меня подготовлены, я перехожу к третьему. Это составляю список продуктов, которые мне необходимо купить в магазине. Уже исходя из того, что я знаю, что я буду готовить на неделе, исходя из того, что я знаю, что у меня уже есть в наличии, исходя из того, что я знаю, что у меня нет и нужно докупить, составляю список продуктов. Все списки я сразу делаю у себя в телефоне, в заметках, мне это очень нравится, ведь сразу я по месту делаю список, что мне необходимо купить, и в магазине уже вычеркиваю то, что купила. Придя в магазин, я придерживаюсь нескольких правил. Я думаю многие о них знают, но думаю не лишним будет повторить. Первое, я не хожу голодной в магазин. Ну все знают, что придя в магазин голодный, ты накупаешь продуктов на процентов 40 больше, чем планировала, ты берешь всякие вкусные выпечки, потому что она вкусно пахнет, ты берешь какие-то там колбаски вкусные, ну в общем все то, что ты не планировала, но очень вкусно пахнет и ты на голодный желудок спонтанно все это берешь. В общем на голодный желток стараюсь не ходить я хожу в магазин один раз в неделю делаю большой закуп мы с мужем едем закупаемся продуктами один раз в неделю и если что-то необходимо то тогда идем какой-то местный магазинчик маленький чтобы было меньше соблазнов и уже точно берем то что нам нужно так ты избавляешь себя от лишних покупок ведь все мы знаем что чем чаще мы ходим магазин тем больше приносим домой того чего не нужно еще одно правило которое для себя наверно кровью вывела это то что я не беру продукты которые мы точно не будем есть а беру наоборот только те что любят моей семьи и которые точно 100 процентов будут съедены например если я вижу что это шоколадное печенье она мега вкусная пусть очень вредная я но его мои любят мальчишки и я его возьму потому что я знаю что печенье будет съедено если рядом с полка будет лежать печенье какое-то мега полезное но при этом она фу и невкусная я выбрать не буду потому что я точно знаю что сейчас я его куплю откроют попробуют есть не будут и потом потихоньку потихоньку это все перекочует в мусорный бак то же самое касается каких-то супер полезных продуктов которые я точно знаю что мы тоже есть не будем даже несмотря на то что она мега какое-то полезное например какие-то ягоды годжи и так далее но моей семье это не едят и даже если я поведусь на рекламу и куплю а такое было и не раз я знаю что это будет не съедено а вот просто выброшено следующее правило которое для себя выявил это то что я покупаю продукты которые выращены на нашей территории которые привычны нашему организму это какие-то сезонные овощи фрукты которые выращены на нашей территории то есть я стараюсь отдавать предпочтение им нежели каким-то экзотическим фруктам и овощам даже несмотря что они мега полезные идя в магазин я беру с собой большие сумки это тоже мое правило купили многоразовые сумки мы пару раз в этих же магазинах и уже спокойно с мужем когда идем с собой закидываю машину после прихода из магазина я стараюсь все продукты разложить по местам пересыпать крупы в банке то есть разобрать какие-то овощи фрукты все убрать в корзинке да как правило я ничего не мою только фрукты которые мы будем есть вот на данный момент до многие моют но мне если честно говоря лень я мою перед использованием ну и последнее что касается закупки продуктов это то что я еще частенько использую доставку из приложений у меня установлен сбермаркет и я часто заказываю просто продукты курьером это экономит мое время особенно когда ты очень занят это экономит мои деньги потому что я не беру ничего лишнего только то что мне нужно ну и мне кажется это удобно да не всегда но использую что же мы готовим и что же мы покупаем питаемся мы три раза в день это у нас полноценный завтрак обед и ужин и перекус один или два в зависимости от настроения дети конечно живут по своему режиму они подростки и они могут либо часто если бы вообще редко есть то есть мы особо не настаиваем то есть по там по потребности детей они питаются сами но мы сможем конечно едим вот стараемся соблюдать три раза в день все приемы пищи у нас полноценная тарелка то есть это когда у тебя углеводы белки жиры и обязательно овощи или зелень готовим мы в основном простые блюда я честно говоря не любитель сложных блюд я вообще не любитель тратить часы стоя у плиты и потом когда это за там пару минут съедается конечно исключение составляет какие-то праздничные столы тогда да тогда приходится попотеть и время потратить а в основном у нас все просто очень и лаконично еще я очень люблю делать различные заготовки но в основном это касается мясных блюд или рыбных блюд когда это мы крутим фарш я делаю какие-то фрикадельки котлетки может быть нарезаем рыбку на стейки что касается круп заготовок то я знаю что многие любят готовить на несколько дней крупы я честно говоря такое пробовала и к нам это у нас это не прижилось поэтому круп принципе для меня не составляет труда сварить с утра и уже там распределить на то же мы покупаем это обязательно мясная продукция как правило то курица индейка говядина здесь мы иногда конечно бывает цене но очень редко в основном когда это шашлыки вот здесь мы перерабатываем часть на фарш делаем как я уже сказала котлетки фрикадельки фаршировые перцы я это все замораживаю надо пельмешки вот что-то мы режем на мелкие кубики для гуляша или для супчика и что-то может быть разделом иногда на стейки чтобы можно было запечь в духовке если это курица это бедрышки когда мы море тоже марину и тоже в духовую морозилку все замораживаю что касается рыбной продукции рыбу мы тоже покупаем мы сразу стараемся брать большими к то есть целыми рыбами и уже нарезать на стейки и замораживать в основном это семга лосось кита кижич скумбрия бывает иногда но реже также мы берем какой-то того запасник у нас есть обязательно сосиски колбаска и сало у меня три мужчины они взрослые и они это все любят поэтому нас это есть с продукта мы берем в основном либо печень либо куриные сердечки у меня муж отлично готовит все остальное мы не едим как-то не прижилось у нас и из морепродуктов мы берем креветки креветки я использую основном либо для пасты может быть иногда для детей готовлю и в основном для салатов молочная продукция здесь как я уже сказала мы берем молоко два с половиной процента жирности у нас всегда из дома сыр на сыр мы берем 6 процентов выдержки более сливочное масло 82 процента обязательно мы берем сметану и творог и иногда 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 берем масло кхи но тут на любителя конечно же у нас дома присутствует обязательно яйца яйца мы берем сразу много потому что у нас они уходят очень быстро из круп мы берем овсянку гречу макароны твердых сортов мы берем булгур полбу перловку что еще ну вроде все то что вот мы едим то что мы любим принципе но бурр рис бурр рис у нас еще есть всегда вот в основном это все из круп также мы берем нерафинированные растительные масла в основном это оливковое масло нерафинированное она с общей литрами уходит есть масло грецкого ореха ну и в общем вообще их очень много есть виноградные косточки есть шиповниковые но у нас они как-то не особо приживаются что касается овощей и фруктов мы берем в основном то что по сезону грубо говоря сейчас сезон апельсинов и мандаринов формы гранатов то есть мы это любим мы это берем и едим также мы берем в основном фрукты овощи на который выращен на нашей территории если это допустим сезон и то что мы любим и точно съедим чем у нас дома всегда есть орехи нам и к этому уже привыкли что у нас всегда есть орехи я даже в дорогу это еду если в этом пакетик орехов беру то что знаю что не получится допустим перекусить где-то это основном грецкие орехи это кишью фундук и миндаль остальные орехи у нас особо не любят иногда мы берем макадамию но это очень-очень редко и специи специи нас тоже не так много на специи с нам мы используем черный молотый перец апельсиновый перец паприку копченую куркуму корицу в принципе а лавровый лист но принципе все остальные специи масса бы ты не берем что касается мочных продуктов здесь мы берем в основном цельнозерновой бездрожжевой хлеб у нас продаются таких маленьких магазинчиках ну и какие-то сладости если дети захотели там пряники печенье мы можем это тоже взять что касается напитков то я очень часто варю компоты из замороженных ягод каких-то фруктов делаю морсы мне тоже очень любят дети дальше иногда я варю какао младшему сыну но сейчас все реже и реже также мы покупаем зерновой кофе и дома варим ну и чаи я тоже очень люблю у меня очень много заготовок ягодных чаев то есть я покупаю разные ягоды и замораживаю потом все миксую замораживаю ну и листовые чая тоже мы берем особенно когда из поездка особенно в сочи абхазия тазона там очень много вкусных чаев и мы оттуда всегда привозим много и нам надолго хватает из напитков в принципе все а ну вода в основном пьем воду чистую мы поставили дома хорошие фильтра и пьем просто из-под крана это я вам рассказала то что мы в основном покупаем что мы готовим готовим мы из первых блюд очень вообще не очень любят супы очень редко я готовлю лапшу домашнюю или борщ или суп из чечевицы вот принципе все три три супа которые в нашей семье едят дальше мы очень много готовим овощных салатов и я делаю как правило заправки сама то есть это либо какие-то заправки из масла либо это может быть греческий йогурт с дижонской горчицы вместо майонеза в общем дело снова овощные салаты у нас они очень хорошо съедаются это какие-то гарниры крупы то есть мы варим и что мясное готовим из выпечки что мы делаем мы готовим пиццу не так часто но готовим блины у меня муж отлично печет и может быть и сосиски в тесте принципе из выпечки наверное все дома мы в основном больше что ничего такого и не печем иногда конечно ходит там ты может что-то приготовить какой-то тирамису но в основы так праздником а вот в повседневной жизни вот так вот ну и в заключение я бы хотела сказать что для меня минимализм питания это еще и осознанность питания это наверное когда вы кушаете то вы не отвлекаетесь на телефоны на гаджеты на какой-то сериальчик а кушаете наслаждаетесь процессом пережевывайте медленно это наверное еще о том что вы готовите столько сколько точно съедите и не так что половина из вашей еды потом пойдет в мусорку и это наверное о том что вы понимаете что еда она может быть не только полезной она может быть полезной и вкусной она может давать вам силу и энергию а может быть наоборот отбирать и вам после того как вы покушали хочется только лежать и залипать в телефон и вообще больше ничего не хочется ну а я очень надеюсь на то что видео было вам полезным и интересным что вы подчеркнули из него что-то новое для себя и то что вы внедрите может быть в свою жизнь не забывайте ставить свои лайки подписываться на мой канал и я буду знать точно что вам мои видео нравится и буду стараться выпускать их как можно чаще